Нам понадобится ананас, куриная грудка, бекон, полоски тоненькие, паприка, перец красный, черный, соль, форма для запекания, длинные зубочистки или шпажки и фольга. Куриное филе нарезаем на длинные тонкие полосочки. Маринуем куриные полоски в паприке, перце и оливковом масле. Все перемешиваем и оставляем мариноваться, пока мы не разберемся с ананасом. Срезаем верхушку. Не выбрасываем, она понадобится. Срезаем низ. И нам нужно вот здесь длинным острым ножом вырезать сердцевину. Ножом срезаем шкурку. Овощечистка тут никак не подойдет, приходится все. Ножом. Сначала верхнюю часть, а потом аккуратненько вот эти все глазки. Вот у нас получился такой ананас полый внутри. И мы теперь эту полость начиняем нашим куриным филе. Плотненько его утрамбовываем. Но это еще не все. У нас еще есть бекон. И мы вот этими тоненькими полосочками бекона со всех сторон наш ананасик обматываем. Старайтесь делать внахлёст, чтобы потом не было единого шва, чтобы бекон не разошелся. У нас еще есть верхняя и нижняя части. Они нам нужны будут только для украшения. Нижнюю часть, как крышку, используем, чтобы наша начинка не вывалилась. И протыкаем, зафиксируем ее вот так, таким образом. А вот эту часть мы тоже фиксируем зубочистками, чтобы наш ананас смотрелся красиво, весело и задорно. И тоже, чтобы начинка зафиксировалась и никуда не убежала. Тут есть такой момент. Если мы будем запекать ананас, то вот эта часть, его сама по себе, она высохнет и станет некрасивой. Поэтому мы ее закрутим и завернем в фольгу. Сам ананас перекладываем в форму для запекания. И тоже, чтобы бекон не развалился при запекании, его завернем в фольгу на первые полчаса. Ставим в духовку на 180 градусов на 30 минут. Субтитры сделал DimaTorzok